СМАРТФОН Но задняя крышка стала все-таки поинтереснее, с вот таким вот узором под слоем лака. И надо отдать разработчикам должное, он все так же отлично лежит в руке, хотя диагональ дисплея увеличили до 5 дюймов. Под большим пальцем оказывается кнопка блокировки, а под указательным регулятор громкости. Традиционно снизу располагается микрофон и порт microUSB, сверху аудиоджек и второй микрофон для шумоподавления, и новая фишка – инфракрасный порт. С помощью него и приложения Watch On можно управлять телевизорами и прочей техникой, у которой есть соответствующий приемник. Правда, стоит помнить, что икопорт тут все-таки не очень мощный, и метров 10 – это предельная для стабильной работы дистанция. Сзади расположена камера со светодиодной вспышкой. С этим модулем мудрить не стали и оснастили его сенсором на 13 мегапикселей, как у всех. Снимает лучше, чем S3, но это все же не прорыв, а просто дань моде. На качество съемки можно посмотреть в текстовой части этого обзора. На передней панели расположена традиционная самсунговская кнопка Home, ну и, естественно, дисплей. Диагональ, как уже было сказано, 5 дюймов, и разрешение, конечно, тоже в тренде Full HD – 1920 на 1080. Замечательное, но все же бесполезное достижение. Матрица выполнена по технологии Super AMOLED+, что делает этот экран одним из самых ярких. Ну и углы обзора у него отличные, а вот цветопередача на любителя. Кому-то она может показаться слишком кислотной. Наконец, мы добрались до той части повествования, до которой Samsung на презентации так и не добрался. Оно и понятно. Компании хотелось бы козырять собственным восьмиядерным процессором, но под давлением операторов в США будут поставляться модели на чипсете Qualcomm с четырьмя ядрами и проверенным модулем LTE. В Россию же и другие по терминологии Samsung развивающиеся страны попадет модификация с процессором Exynos 5 Octa и графикой PowerVR SGX544MP. У меня в руках сейчас именно такая, однако бенчмарки видят только половину ядер. Дело в том, что Exynos 5 Octa – это не вполне восьмиядерный процессор. Тут два набора по четыре ядра. Когда супермощность не нужна, работают четыре ядра с архитектурой A7. А когда нужна реальная производительность, подключаются другие четыре ядра, у которых архитектура аналогична A15. Работает Galaxy S4 под управлением Android 4.2.2. Однако большая часть фишек новой системы заменена самсунговскими аналогами. Скажем, при всем желании вы не найдете здесь фотосферу. Вместо нее был обещан некий Samsung Orp. Но ни в Google Play, ни в Samsung Apps я это приложение не нашел. Зато после изучения предустановленных приложений я, если и не пришел в восторг, то все же с большим энтузиазмом стал смотреть на TouchWiz и самсунговскую экосистему в целом. Помимо уже упомянутого WatchOn и давно известных S-Planner и S-Memo, в системе появился фирменный переводчик S-Translator, который в отличие от гуглового частично работает и в офлайне. Правда, русского языка там пока еще нет, но скоро обещают добавить. S-Voice стал куда более полезной и стабильной штукой, которая пустила корни и за пределы самого приложения. Скажем, можно без рук, по-русски, управлять камерой, плеером и даже браузером. Правда, только стандартным самсунговским. В Chrome так сделать не получится. Ближайшая пиццерия. Программа PhotoReader, как и соответствующее приложение Google, позволяет анализировать фотографии, распознавать на них текст, переводить его, а также сканировать визитки и даже QR-коды. Сервис GroupPlay позволяет обмениваться музыкой, делиться фотографиями и документами и играть в игры совместно с другими владельцами смартфонов Galaxy, которые подключены к той же Wi-Fi-сети, что и вы. Кроме того, Samsung заботится о здоровье владельцев нового Galaxy S4. Для этого даже сделали специальное приложение под названием S Health. Как бы, конечно, оно странно не называлось. С его помощью можно следить за количеством сделанных за день шагов. Я вот сделал 10 300. И, кроме того, вести статистику питания, журнал упражнений и следить даже за текущими температурой и влажностью, потому что здесь встроены специальные датчики. Но, пожалуй, самой интересной фишкой этого гаджета является управление им с помощью нестандартных движений и жестов, о которых, наверное, нет смысла рассказывать. Лучше я вам все это сейчас покажу. И этот набор сенсоров, датчиков и постоянно работающих в фоне приложений, естественно, требует достаточного количества энергии. В связи с чем, компания Samsung установила в этот аппарат достаточно емкий аккумулятор на 2600 мАч. Мне такой батарейки хватает часов на 12. Хотелось бы, конечно, и больше, но и это уже неплохо. Если кто-то в очередной раз почему-то думал, что Samsung представит космический корабль вместо смартфона, то он, конечно же, ошибся. Galaxy S4 — это вполне себе плановое эволюционное развитие идеи Galaxy S3. По сути, этот аппарат является мощным и удобным пультом управления экосистемой, которую компания строит вокруг и с помощью своих продуктов, в том числе и Galaxy S4, а также телевизоров, ноутбуков и различной бытовой техники.